О, наш тук-тукчик стоит. Наш Питер молодец, остановился в магазинчике. Ну, чтобы мы покушали нормально помидорок. Просто помидоры очень вкусные, у нас в эмиратах так. Ну, возьми по три штуки, чтобы мы сегодня съели, холодильников все равно нету. Я взяла раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, шесть и две, два манго, а папайи нету, да? А вот смотрите, в магазине что еще есть. То есть, ты просто у нас завез в местную лавку. Смотрите, баклажанчики, какие окра, да? У него на ферме видели бананы, что еще? Питер, Питер, а дай мне? А вот это, это называется карен? А, авокадо, адвокадо, как я люблю называть. Имбирь. Нет? Нет, это было. Сейчас. И пару мангоча. Сейчас купим и сказали, что будет дешево. Я не заметила главного участника. Боже, какой красавчик. Представьте, когда в камеру смотришь, но ничего не видно. Вот кто хозяин, вот кто босс. Вот кто босс этой лавки. Лавочка прикольная, маленькая. Все, вот Наташа уже сколько? 92. Все, 92 этих шиллинга. Все, 240 стоило. Три манго Наташа выбрала. Вот женщины на мобильном телефоне. Да, и помидорчики. Помидорчики стоили 92. Помидорчики 92, а два манго. Блазер среза срезает. А два манго. Три манго 150. То есть каждая манго 50 ширин 3. Вообще отлично. Такая лавочка. Да, значит, все 60. Ну, пицца это вообще, да. Какая-то из породы стоило. Да, манго. Питер красавчик, завез нормальное место. Да, красиво. О, привет. Привет, проснулся. Ушко подранное чуть-чуть. Наверное, в драге отставил свой магазин. Красавчик кот, а мы едем дальше. Но останемся в другом месте. Все-таки Питер привез нас за папайей. Отъехали всего 2 минутки где-то. Такие какие-то. Наташа, это что такое? А это? Что это, Питер? Что это такое? Смотри. Сейчас спросим. Наташа, смотри. Я сейчас хочу спросить. Какое-то. Ох, меня интересует. Вот эта вот штучка. Что это? Что это такое? Кактусовое яблоко какое-то? Интересно. Идет торг, идет торг. Идет торг, и Питер за нас отбивается. Сколько то-то оно стоит? Как осики. Слушайте, здесь так все... Ух, жизнь такая кипит просто. Ну, я бы здесь в жизни сама не остановилась. Риск большой все-таки. Добродушные, добродушные, а может прилететь. Сколько там Питер на телефоне показывает, что мы не понимаем абсолютно. Питер, по-моему, говорит, что, что, ты реально их наколоть хочешь? А женщина так отвечает. Да, клевать там, белые обезьяны. 210 хочет. У нас как раз 10 там нам сдачи дали. Так, что за фрукты мы не поняли, может, найдем? У нас есть 200? Да, у тебя 10 было в карманчике. У тебя есть 200? Да. У меня есть 10. Да, 610, у меня есть 200. Мы будем покупать, что делать. Сейчас достану деньги и, может, опять включусь. О, ананас. Ох ты, ананас такой. Ты не хочешь к ней? Не, 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 сейчас даю деньги. Говорит, дай пакет уже, говорит. Да не дам я пакет. Боже, она жадная? Она недовольная. Как жадная? Да не надо, иди. А что, она жадная? Она просто недовольная, что белые зашли и купили всю папайю. Даже кулечка не дала. Ну, такая она, конечно. Ну, если вы видели ее лицо, она не очень довольна была, что белые что-то купили. Ну, что, у нас есть кулек. Да, та была приятная женщина, так пообнимала нас, так поздоровывалась. Это, конечно, да. Ну, бывает ничего. Ну, что, а потом люди удивляются, за что мне это? А потом люди удивляются, почему к ним не приходят туристы. Мы с вами в магазине Зебра. Зебра-шоп. Тут самые дешевые сувениры. Ну, вот смотрите, хотя бы вот такое стоит 200, да? 200 вообще, ну, доллар с чем-то. Вот тоже 200. Вот такие симпатичные бегемотики. Я не знаю, сколько они стоят, но явно тоже недорого. Тарелочки вот 200, вот такие, да? 200 класс. И вот 200 маленькие. Такой небольшой магазин, но его все рекомендуют. И хозяйка наша сказала, что действительно здесь адекватные цены. Вот такие слоники по 200, доллар с чем-то. Классные. Ну, шикардос, шикардос. Из камня, кстати. Вот 150, какие-то брелочки. Вот такие штучки. Вообще по 50. Вообще симпатяшка. Бегемот в зебряных цветах. Ну, классно, вот. Что еще здесь есть? Вот за 500 картина такая вешать. Классно. Та, что понравился этот бегемот. 10 евро стоит. И слон 600 стоит. Что там? Маски. Так, это что такое? Ну, все такое тяжелое. Все такое тяжелое. Все такое тяжелое. Вот маски, кстати. Это, наверное, пепельница. 1500. Ого. Ну, за эбонитой, видимо. Ага. А он легкие эбониты это умывает. Не знаю. А ну, кружка 800. Это как? Бокал. Да, бокал. Интересно, что он выдержит? Вот масочки есть. Ух ты. А, Наташа всю рогатку хочет. Такие бусики классные есть. С жирафами, с этими. Вот. Ну, сколько они стоят? А сколько это? 100 всего лишь. То есть меньше доллара. Вот. Так что если вот сувениры дешевые, нужно заезжать в Атаму именно. В этот магазин в Зебра. Вот. 1200. Такие красавчики. О, маска вот такая. Не знаю. Даже прикольно. Ещё же брату какую-то маску выбрать. Интересно. Сериалный бонус. Ну, вот маска за 3 доллара. А нас, помните, как разводили? Сколько он там хотел? 16 долларов. 16 долларов за маску. Вот такую маску с удовольствием брату в подарок привезу. Вот здесь. Жирафа цвет есть, да? Вот тоже идёт. Леопарда цвет. Ну, прикольно. Эти по 200. Это меньше доллара. Вот симпатичные. Ну, так извините. Это ж другое дело. Большую просто неверность, что я довезу. 700. Красиво. О, два жирафа. Смотри, две жирафа. Два жирафа стоят. Ну, вот. Извините. Тут выбор совершенно другой. Вот такой слойник стол. Простите. Такой слойник. А, 900, простите. 900. 500. Вот, смотри, 500. Вот за 500. Ну, это как урашение декор типа, да? Ну, тут прикольные вещи здесь. Ну, сумочки плетёные. Добрались до сумочек. Вот, что-то такое за 300. Не знаю, что такое, Наташа. У него есть и есть идея, что это. А это вот за 300. Вот такие вот. Да, это зеркало, но не очень. Для ключей. А, это зеркало. На зеркале есть. Сумочки. Ну, маме я купила крутую. Она сейчас, извините. С кожаным хвостом. Плетёные, как бы из соломы. 500. 500. Ну, 500. Нормальные цены. Магнитики по столу. Ну, магнитики классные же, они тоже нам предлагали. И лёгкие. Ну, то вот 100 стоит, извините. Совсем другая тема. Наташа всю дорогу кричала, остановите машину, я хочу эту кошёлку. Ну, вот. Ну, спросите, сколько она стоит. Вот, нам такую же дали себе ходить. Теперь я переходила. Теперь уже не хочешь кошёлку, да? Ну, вот во второй комнате. Здесь платьишко. И, кстати, очень много обуви. Тоже писали народ, что обуви. Тут такие для малышей 350 стоит. А для большишей вот 600 есть. Ну, всякая обувь такая интересная, местная. Там на улице. Хитрые. Зато здесь все цены фиксированы. Вам не нужно сражаться за какие-то скидки. И не нужно чувствовать себя как-то обманутым. Ну, да. Купа, которая там вот эта 25, они долларов хотели. Тут она стоит 700 этих ширин. То есть, даже меньше 8 долларов стоит. А вот ещё маски с перьями не хочешь? Ну, с перьями не доведём. Как вот такие перьями? Даже если не довезёшь, ничего страшного. Ну, вот такие маски здесь. Вот леопард 500 стоит. Всякие бусики, браслетики. Давайте рассмотрим. Вот 150. Ну, это просто нормальная цена. И вы здесь сами ходите. Никто не допускается сюда. Ни кибич-бои. Боже. Как реально. Не знаю, сколько это стоит. Наташа про рогатку говорила. Все про рогатку она никак не вспомнит. Ну, в общем, как говорится, нравится вещь останавливать. И вон, бананочки прикольные висят. Ага. Реально красивая. Ну, в принципе, мы магнитиков взяли, фигурок всяких взяли. Ну, нам так больше ничего не надо. Маску брату взяли. Куклу Вуду не взяли пока. Жирафы. Вон, Таша, ты двухметровая жирафа уже хотела. Я побольше хочу, потому что я уже понимаю, что это не мой размер. Наташа хочет больше жирафа. Черт с ней, с той кроватью, с кухней, с туалетом. Главное, чтобы жираф стоял в доме.